Да, чудесные слова. Присаживайтесь, братья и сестры. Вас приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы в очень хорошем положении. Мы в Церкви Божией и имеем общение. Есть возможность радоваться. Слава Господу! Давайте, друзья, мы откроем наши Библии у кого с собой. И откройте, пожалуйста, Исайя, 55 глава, 3 стих мы будем читать. И второе место – это 2 Паралипоменон, 9 глава, 23 стих. Исайя, 55, 3 и 2 Паралипоменон, 9 глава, 23 стих. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Так Господь обращается к Своему народу. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне». В истории человечества был такой момент интересный. Я недавно обратил только внимание на него. Он записан, вот как раз 2 Паралипоменон, 9, 23, где говорится о том, что «Все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». Его мудрости, по сути Божьей мудрости, которую Господь вложил в сердце Соломона. Чудесные были времена. Глядя на наши времена, я с тоской размышляю, что мы живем, какое было время тогда и какое время сейчас. Сейчас сложно заметить, что сегодняшние цари ищут мудрости. Может быть, потому что нет Соломона, но есть учитель Соломона, Бог, который сказал «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша». И обещает и любовь, и милость, и так далее. Поэтому, конечно, мы переживаем порою горестные ощущения того, видя, что происходит. Но Господь не умер, Бог не умер. И нам нужно молиться и о царях, и о правителях. Нас к этому призывает Слово Божие, Господь нам это говорит. Но мы сегодня обратим наши взоры, наше внимание больше на наше сердце, друзья. Мы живем в такое время, когда исторические события, такие большого масштаба, меняются с такой быстротой, что дух захватывает. Не успел толком осмыслить одно какое-то событие, за ним следует уже другое. И вот весь этот калейдоскоп новостей, событий, смены картинок, он все ускоряется, ускоряется и ускоряется. Если за всем этим следить, если вникать во все это, погружаться с головой во все эти новости, прогнозы, вероятности развития событий, то очень легко оказаться в ситуации, как Петр на море. Сметение, замешательство, страх, и человек в итоге начинает тонуть. Бушующее море отвлекло взгляд Петра, и неизбежно пришел страх. Он не мог не прийти, глядя на то, что происходит, на все события вокруг Петра, бушующее море. Петр испугался, и это повредило его вере. Но если бы он смотрел на Христа, то вряд ли бы это произошло. Но это произошло, и это многое сказало Петру, это многое сказало ученикам. И слава Богу, что рядом оказался Иисус. Петр закричал, Господи, спаси меня. И Господь пришел ему на помощь. Одно из самых ранних воспоминаний моей жизни, мне было примерно 5 лет, и я иду с папой по центральному рынку, за ручку держу его, и вот мы так ходим там, наверное, за покупками, я уже не помню, потому что у меня осталось яркое пятно только одно, что вот то событие, которое произошло. И я иногда хочу самостоятельности, бросаю папину руку, смотрю, забегаю вперед и так далее. И вот в один момент я отвлекся на что-то, и через мгновение поворачиваюсь, а папы нет. Туда-сюда люди толкаются, люди спешат, но я не вижу отца. Наползает страх, желание независимости пропало, как будто не было. И сразу брызги из глаз, слезы в разные стороны. И тут откуда ни возьмись, голос папы, сынок, я тут. Это меня настолько ситуация напугала. Сейчас я вспоминаю, что... Сейчас я понимаю, что отец мой... Просите, просьба, наверное, специально допустил такую ситуацию, чтобы я понял зависимость мою от отца. И это был очень хороший урок, потому что вот уже, наверное, полвека почти прошло, а я до сих пор помню, и вряд ли, наверное, когда забуду этот момент. Я оценил отцовскую присутствие, руку. И много еще раз, я помню, мы с отцом гуляли, ходили. Я также смотрел по сторонам, любознательно все, но крепко держал руку отца. Мы все зависим от нашего Бога, любящего Бога, как маленький ребенок от своего отца. И все мысли о нашей собственной значимости, о нашей самостоятельности на поверку, на самом деле это просто наивные иллюзии. Господь, конечно, знает нашу слабость, Господь знает нашу полную зависимость от Него. Мы только вот иногда забываем об этом, упускаем почему-то это из виду, и ничего хорошего из этого не получается. Вместо того, чтобы крепко держаться за руку отца, мы в различных обстоятельствах пытаемся искать какого-то своего пути, пытаемся сами устроить свою жизнь, полагаясь на разум, полагаясь на опыт, полагаясь на авторитет свой, еще на какие-то вещи. Но это все очень зыбкое основание, и не мудрено, что чаще всего, если мы не успели остановиться вовремя, это заканчивается ошибками, заканчивается неприятностями, заканчивается потерями, какими-то переживаниями. И в конечном итоге бывает только горько и стыдно. Я думаю, что каждый из здесь находящихся может вспомнить ситуацию в жизни, когда он не посоветовался с Господом, а была возможность, и принял какое-то решение, или что-то сказал, или что-то сделал, такое, что впоследствии многие годы было стыдно. У меня, по крайней мере, таких случаев не один. Я с горестью вспоминаю, и здесь уже случай с папой не помогает иногда. Почему? Да потому что не вспоминаешь как-то в жизненной ситуации, когда это происходит, и нужно больше нам любить Господа и думать о нашей зависимости от Него, потому что когда мы попадаем в беду, сразу приходит отрезвление. Но бывает часто уже поздновато. В притче Соломона написано в 3 главе 5 стихом. В притче Соломона 3.5 «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». В Библии говорит очень много мест Писания, которые призывают нас, чтобы мы руководствовались разумом и в служении, и в других вопросах, и в убегании от греха. И очень-очень много мест, я смотрел их просто, прочесть все даже за один раз очень сложно. Но здесь говорит Слово Божие «Не полагайся на разум свой, надейся на Господа». И это очень-очень правильное, очень хорошее правило, которое в любой ситуации жизни никогда нас не подведет. Каждый, надеющийся на Господа, никогда не будет постыжен. Это правило Азбука, это догма, которую должен каждый христианин никогда не забывать. И вот прежде чем мы прочтем наше последнее местописание, последний стих, я бы хотел сказать несколько слов о Псалме, в котором записан этот стих. Это 84-й Псалом, он был написан после вавилонского пленения израильского народа. В 538 году до Рождества Христова персидский царь Кир позволил евреям вернуться на родину. И вот в этом радостном событии, в котором исполнилось пророчество о милости Божией, записанное в Исаии 40-й, 45-й главе, и вот что с этим событием было связано. Мы видим, что израильский народ, вернувшись домой, многие из тех, кто вернулся, их ждало разочарование. Той политической независимости, о которой они мечтали, ее не было, как и прежде. Другие народы относились враждебно. Иудейское начальство далеко не всегда думало про свой народ. Строительство храма очень затянулось. Плюс засуха, неурожай привели к тому, что первоначальное вдохновение, радость сменилось сетованием, унынием. Пострадала в определенной степени вера многих людей. И вот этот Псалом 84, можно его назвать таким коллективным плачем, коллективным покаянием народа перед Богом, народ молит о милости Божией, потому что они столкнулись с такими переживаниями. Ну а почему это? Реальность была такова, что та действительность, с которой они, вернувшись на родину, столкнулись, она не соответствовала их ожиданиям, но и поступки народа не соответствовали ожиданиям Бога. И вот поэтому им через многое пришлось пройти. И Господь хотел, чтобы народ Его приблизился к Нему. И для этого они, этот был путь не такой простой. Если бы они сразу, придя, обратились к Господу, то, может быть, было иначе бы все, но они, прежде чем это сделали, они много пострадали. И вот тогда было и смятение, и замешательство, и страх, но нашелся в народе один человек, человек-пророк, который сказал, послушаю, что скажет Бог. Псалтырь 84, Псалом 9 стих. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но когда они впадут, они снова в безрассудство. Я бы хотел, конечно, во-первых, акцентировать свое внимание на том, что нашелся такой человек, который сказал, пойду, посоветуюсь с Богом. Послушаю, что скажет Господь Бог. Дай Господь, чтобы среди нас таких было больше, и чтобы каждый из нас, понимая нашу зависимость перед Господом, прежде чем принимать какие-то решения, прежде чем отчаиваться и терять веру, прежде чем что-то сказать, прежде чем принять какое-то решение. Особенно, когда нам кажется, что мы очень правы, имеем право какие-то радикальные меры в отношении ближнего принять. Нам лучше сходить к нашему отцу и поговорить с ним прежде. И вот в этом стихе мне очень нравится, что здесь есть ободрение. При всех переживаниях пророк говорит, послушаю, что скажет Господь Бог. И дальше я не знаю, это ему было откровение, или он знал Господа хорошо. Но он точно знал, что кроме мира отец ничего другого не даст своему народу. Он говорит, он скажет, мир народу своему, избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Вот имея опыт ошибок в нашей жизни, нам желательно не забывать, что лучшая дорога в нашей жизни, которая есть, это дорога за советом к нашему небесному отцу. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Помолимся.